Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Красноярский край на сегодняшний день занимает третье место по количеству действующих инновационных предприятий. И по последней статистике мы занимаем первое место по количеству вложений в различные научные разработки. Поэтому мы сегодня приносили к нам в студию министра инвестиций и инноваций Красноярского края Ольгу Орухулаеву. Ольга Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Вот эти вложения, там где мы занимаем первое место, но это пока что еще данные 2012 года, в 2013 году будет посчитано отдельно, это что за деньги? Это государственные деньги, это частные деньги, это смешанные деньги? Основная часть этих денег, я бы сказала, около 90% это вложения предприятий, которые делают в своих интересах исследования и разработки для того, чтобы в последующем повысить эффективность деятельности, освоить новые рынки, внедрить новые технологии. Это говорит о том, что это хороший такой серьезный задел для того, чтобы на базе этих разработок дальше развивались инновации. То есть наши предприятия, они уже начали понимать необходимость различных изменений и инноваций? Я бы сказала, что они не просто начали понимать, они это уже очень хорошо понимают и поэтому активно занимаются разработками исследований, более того, активно взаимодействуют с нашими инновационными предприятиями и уже с нашей созданной инновационной инфраструктурой. В последнее время в обществе идет очень много споров относительно инновации. Вообще у нас общество в последнее время спорит по любому возможному поводу, но спор возникает вокруг государственных денег. Надо ли государству вкладывать свои средства в инновационный бизнес, в инновации? Или все-таки бюджет не должен принимать в этом никакого участия? Вот это основные споры, которые возникают. На ваш взгляд, государство должно вкладывать деньги государственные? Или все-таки лучше это отдавать уже как бы венчурным фондам? Ну, учитывая, что опережающее технологическое развитие страны это все-таки государственная задача, то определенные условия для того, чтобы этот самый бизнес, захотехнологичный, быстро развивался, государство должно создать. И по этому пути идут все государства, кто так или иначе связан с инновациями. На старте нужна помощь. Когда проект утвердился, когда он уже пошел вперед, там, безусловно, возникают венчурные фонды, частные инвесторы, которые проект подхватывают и доводят его до конца. Но у любого инновационного проекта есть стадия, когда нужно, во-первых, доказать, что проект востребован, и продукцию, которую прилагает предприятие, она интересна и конкурентоспособна по отношению с аналогами, а во-вторых, быстро продвинуть этот продукт. Вот здесь и поддержка государства применяется. Ну, у нас сейчас сколько примерно, если посмотреть соотношения государственных денег и частных денег? Есть ли вообще частные деньги? Да, мы ведем такую статистику в нашем инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе. На сегодня там размещено 91 резидент, и каждый из них, естественно, развивает свой проект за какие-то деньги. Так вот, на сегодня эти все резиденты привлекли более 480 миллионов рублей. Из них 67%, а это почти 320 миллионов рублей, это деньги частные. То есть уже во все проекты практически вкладываются частные деньги. И вот оставшаяся часть, это что-то около 140 миллионов рублей. Да, треть. Это то, что на старте мы помогли этим компаниям. То есть государство все время сокращает свои затраты. Вообще, насколько я понимаю, государство в конце концов должно прийти к минимальным затратам на инновационный бизнес, да? Да, ну, если говорить о развитии инновационного проекта, у него есть стадия в стартапе, это инновационная бизнес-идея, это совсем еще такое непонятное поле применения, это прототип, это опытная серия. Вот на трех этих этапах государство помогает активно, ну, к прототипу все снижает свое участие. А после того, как малая серия уже подтвердила на конкретном производстве или опытный образец, что он действительно дает тот самый эффект, который нужен, здесь уже активно включаются частные инвестиции. И по нашим, вот мы ведем учет, как я сказала, срока жизни и развития инновационных проектов, на сегодня у нас на стадии инновационной идеи находятся всего четыре резидента. То есть если вначале они все были вот на этой стадии, то все продвинулись достаточно далеко, многие находятся на внедрении, поэтому помощь действительно сокращается со стороны государства этих проектов, и в основном появляются частные инвестиции. Ольга Владимировна, хотелось бы поговорить отдельно о Красноярском инновационном бизнес-инкубаторе. Какие инновации, вот какие разработки сейчас там ведутся? Вот что интересного будет применено в ближайшем будущем уже? Что он получит? Сразу хочу сказать, что в инкубаторе разработки никакие не ведутся. В инкубаторе развиваются проекты на основе уже имеющихся инновационных разработок. Ну, я имею в виду, какие проекты. Вот я, может быть, ошибся в терминологии чуть-чуть. Ну, это очень важно. Разработки у нас развиваются в ВУЗах, в Академии наук, а инкубатор как раз бизнес на основе этих разработок. Инновационные, активные бизнесмены, которые увидели в этих разработках перспективу, они вот там как раз делают бизнес на этом. И в этом мы им помогаем, чтобы потом возникли производства. Что у нас, вот я тут кое-какую статистику с тобой взяла, что у нас сейчас, как показала жизнь, да, вот за это время. В общем-то, мы не удивились, увидев результаты того, как распределились инновационные проекты по технологиям. Наибольшее количество проектов в сфере машиностроения и приборостроения. Это неудивительно, потому что у нас сильная школа, у нас большая история, машиностроительные предприятия и так далее. Поэтому и кадры сохранились, и разработки имеются, и какие-то научные школы сохранились. А у вас требования есть на территории Красноярского края? Да, конечно. В этих разработках? Да, машиностроение, приборостроение. Мы не говорим сейчас о каких-то там кранах крупных, комбайнах. Но, тем не менее, это оборудование и машины для действующих производств. Крамс, КРАС, Норникель рассматривает проекты, КРАС, Цветмет. То есть это машины и оборудование для действующих предприятий. Вот такой сегмент заняли наши предприятия. Причем это уже такое оборудование и машины, которые востребованы и в других регионах, и даже за рубежом. Так второе, что у нас? Второе, это тоже, что неудивительно, радиотехника, космические аппараты и системы. То есть у нас есть базовый хороший якорь, у нас есть радиозавод, у нас есть Енисей, геофизика и так далее. Поэтому действительно есть на что опереться. И очень много компаний, которые развивают инновации на базе разработок, востребованных этой отраслью. Причем они являются сильнейшими во многом. И вот, например, в этом году мы открываем инжиниринговый центр в области космических аппаратов и систем, который будет специализироваться на разработке технологий прецензионных, то есть высокоточных изделий на основе композитных материалов, которые очень востребованы не только в космической, и аэрокосмического отрасли, но и в автомобилестроении и так далее. Вот, это тоже серьезный сегмент, и там наибольшее количество предприятий. И еще один сегмент – это энергоэффективность и энергосбережение, а также новые материалы, нанотехнологии, строительные материалы. Вот этих три блока. Не сказала про IT. Вот я как раз и хотел спросить, потому что наибольшие инновации, они как-то, ну, даже в мире показано, что это все-таки IT-технологии. Да, IT-технологии, это я даже не упомянула, потому что это само собой, IT есть всегда. Но наш регион, опять же, учитывая нашу историю, наш серьезный задел по технологическим инновациям, не по IT, мы стараемся делать акцент на поддержку таких проектов, потому что IT поддерживать проще всего. А вот технологические инновации сложнее. Для этого нужно иметь уже действительно и инжиниринг, и оборудование, и более широкий спектр специалистов, инженеров. Что касается бизнес-инкубатора, насколько часто там обновляются резиденты? Действительно идет отсев, но вот если за все это время мы приняли в резиденты 110 примерно компаний, то сегодня резидентом является 91. Ротация происходит. Для этого мы ввели ежеквартальную аттестацию резидентов, вот он на старте нам говорит о том, что хочет добиться определенных результатов. Мы смотрим, насколько он действительно серьезно занимается своим проектом, получается, достижимы, недостижимы цели, как правильно двигается маркетинговое продвижение продукции. Если видим, что проект куда-то не в ту сторону пошел, или менеджмент проекта работает недостаточно активно, то мы просто ему делаем одно предупреждение, а на второй раз мы стараемся с ним расставаться. Поэтому как-то вот вкладывать-вкладывать, а потом увидеть, ой, проект плохой, мы стараемся, чтобы такого у нас не было. Но окупают они потом впоследствии вот эти все затраты, или все-таки нет? Или это такие деньги, выходящие в песок? Нет, безусловно окупают. Даже вот сейчас, опять же, по статистике тех компаний, которые мы поддерживаем за счет субсидий краевых, привлечения федеральных субсидий, практически уже мы на 70% налогами этих компаний, учитывая, что они еще даже и серьезно не развелись, мы эти затраты возвращаем. Через пару лет вложенные на сегодня деньги налоговым эффектом вернутся в бюджет. А при развитии дальнейшего этих компаний это уже будет мультипликативный эффект, и бюджет будет получать в плюс. Я знаю, что там, по-моему, 3 года дается жизни в бизнес-инкубаторе, после чего предприятие должно отправиться в самостоятельное плавание, уже имея весь базис, уже имея продукт и принося уже прибыль, да? Основная часть резидентов у нас в инкубаторе полтора года. Ну, инкубатору было недавно 2 года. Ну, он сам молодой сам по себе, да. Поэтому на выходе выходов у нас пока нет из инкубатора, но на выходе у нас компаний процентов около 25 уже на выходе. Мы думаем, что они к третьему году, уже ближе они точно выйдут. Почему сейчас и стал актуальным вопрос создания технопарка? Для этих бизнесов необходимо уже создавать малые производства. А некоторые технологии, они не требуют каких-то там серьезных помещений, тысяч квадратных метров, каких-то там кранов. Это производство на высокотехнологичном оборудовании небольших изделий, но востребованных на рынке. А технопарк должен предлагать таким компаниям производственной площади, гибкой планировки, которые могут адаптироваться под любое производство, ну, 50, 100, 200, 300 квадратных метров для таких производств. И сейчас поэтому мы и очень остро отставим вопрос о необходимости уже не просто создания, а уже строительство, начиная с этого года технопарка, потому что как раз через 2 года хотелось бы представить предприятиям условия для развития в Красноярске. То есть вести им дальше? Вести дальше, иначе они уедут, они найдут место, где им развиваться. А при том, что уедут, это уже готовые предприятия, уже уедут не на уровне идей, а предприятия, в которые... Которые мы вложились. Поэтому развитию инновационной деятельности, безусловно, нужно уделять самое важное внимание, потому что инновационно-активные предприниматели, если мы здесь не окажем поддержку и не дадим возможности развиваться, они просто уедут в другие регионы. Вот найдут дырочку, так сказать, и убедут. Либо в другие страны. Ну, это мы, в общем-то, можем просто ничего не делать, и это произойдет само собой. Ничего не потратили, но ничего и не получили. А наши предприятия, они будут, все равно они будут стараться удерживаться на рынке, они будут стараться применять новые технологии, но это будут компании, которые будут приобретать товары, работы, услуги в других регионах. То есть оборот будет уходить из региона. Это как у нас, у нас тоже было в нашей стране, когда мы все шутили, да, о том, что мы продаем в Японию железо, покупаем оттуда современные автомобили. Совершенно верно. Или продаем, допустим, в ту же Финляндию топорище, а получаем оттуда современные топоры. Мы уже этот, мы этот аспект уже проходили. Да, ну вот если не оставлять, не создавать центры притяжения инновационных высокотехнологичных бизнесов у нас, то опять мы придем к этому. Будет по статистике казаться, что оборот наших крупных предприятий большой и серьезный, но из этих денег в крае ничего не будет оставаться. Только в статистике будет учитываться. Все будем покупать в других регионах. Поэтому инновации развивать нужно. Ольга Владимировна, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Было очень интересно с вами пообщаться и надеюсь, что вы будете приходить к нам как можно чаще. С удовольствием приглашайте. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях была министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга Рухулаева.